Ребят, всем привет! Приехали мы снова на наше место, где у нас стоит стол с лавочками. Получил я третий номер от легендарных грузовиков СССР. Это ГАЗ-66, автодом повышенной проходимости. В комплекте модель, в комплекте есть журнал. Компания Мадимия прислала мне по подписке. И давайте мы, наверное, начнем смотреть, сначала посмотрим журнал, а потом уже перейдем к модели. Модель мы посмотрим, посмотрим, как она смотрится у нас на речке, то есть типа диорамы. Ну, а обзор видео мы начнем смотреть с журнала. Открываем первые страницы журнала, видим разные иллюстрации этого автомобиля в разных модификациях. Также нам на первой странице предлагается подписка и какие плюсы у нас от этой подписки. То есть все выпуски получаем вовремя, по рекомендованной цене, бесплатная доставка у нас. Ну и давайте смотреть дальше журнал, посмотрим иллюстрации, описание этого автомобиля. Все вы знаете этот автомобиль, ГАЗ-66. Очень интересная модель, кстати, в коробочке. Мы с вами ее посмотрим позже. В журнале также представлены разные схемы окраски данного автомобиля, технические характеристики. Все это вы можете прочитать, ознакомиться, когда получите свой журнал. Также есть у нас открыточка. Выполнена она в советском стиле, как вы видите. Ну, оформление. Все очень здорово. Ну, какое нам еще издательство может так вот нам, вернее, может нас с вами порадовать. Вот еще какие были автомобили на базе ГАЗ-66. Не знаю, я так и сейчас не видел. Ну и смотрите анонс на следующую модель. Это будет МАЗ-5337. Вечный труженик. Также будет открыточка. И он будет у нас через две недели в следующем выпуске. Это будет номер у нас 4. Я говорю про МАЗ. Ну и давайте уже перейдем вот к этой модели. Кстати, Шишига, ребят, порадовала. Я читал комментарии ваши в разных группах. Многим она понравилась. Ну, а мы сейчас с вами посмотрим эту масштабную модель и будем ее оценивать. Ребят, вот сама масштабная модель. Давайте поговорим о качестве, наверное. Все уже фотографии видели. Все оценили. Ну и давайте посмотрим вживую, наверное. Хочу от себя сказать, что покрашена она очень хорошо. Никаких потеков, царапин, ничего нет. Сборка тоже идеальная. В плане того, что нет потеков клея. Да, модель упрощена. Нету стекляшек, как у моделей более дорогого сегмента. Пластиковая рама, пластиковый пункт. Кабина металлическая, да, она придает какой-то вес, наверное, модели. Но обратите внимание самое главное на качество сборки. Как вы видите, очень аккуратно все окрашено. Я имею в виду, прежде всего, это габаритные огни. Огни автопоезда. И обратите внимание на дворники. Какие шикарные дворники у модели. Посмотрим с вами заднюю часть. Тоже обратите внимание на задние фонари. С первого раза не скажешь, что это пластмасска, да? Дает эффект, как будто это вот фонари более дорогих моделей. Посмотрим давайте нижнюю часть. Все детализировано, все сохранено. Что должно быть у масштабной модели? Это двигатель, выхлопная система, топливные баки, но все остальное. Проработка ручек дверных. То есть все на хорошем уровне. А модель, ребят, все-таки это вот из дешевого сегмента. Компания Мадиме нас порадовала этой моделью. Хотя, я думаю, она будет радовать нас и другими моделями. Качественной сборкой, как она обещала. Видим, что обещание выполняет. И модель будет достойно смотреться на полках ваших коллекций. Ну и давайте, наверное, еще посмотрим мы с вами нашу модель в других ракурсах. А пока мы будем смотреть, вы проходите по ссылке, если кому интересно. И можете уже оформить подписку на всю коллекцию. Или сделать выбор какой-то определенной модели. На этом все. Давайте пока увидимся на канале. Всем удачных покупок. И всем желаю подписки, ребят. Не упустите свой шанс. Получите подарки. Получите модели, которые не будут в продаже. Ну, а мы смотрим Шишигу в разных ракурсах. В своей естественной среде. Обратите внимание, как модель смотрится, как настоящий автомобиль. Субтитры делал DimaTorzok